МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина решительно приближается к ЕС. В Европарламенте отметили успехи Киева и отчитались о состоянии дел в Европейском Союзе. Будущее Украины в нашем Союзе. Будущее Западных Балкан в нашем Союзе. Будущее Молдовы в нашем Союзе. Переговоры диктаторов завершились. Ким Чен Ын и Владимир Путин ударили по рукам и даже выпили за Союз. Немецкая мощь. Германия передала Украине новое вооружение. Мы узнали, на что способна немецкая техника. Добрый вечер. Далее обо всем подробнее. Мощный удар по российскому Черноморскому флоту. В результате ночной атаки по судоремонтному заводу в Севастополе существенно повреждены подлодка Ростов-на-Дону и крупный десантный корабль Минск. Эту информацию подтверждает украинская разведка. Там отметили, что подлодка и корабль с большой вероятностью к восстановлению не подлежат. Напомню, взрывы раздались около трех часов ночи. Зарево в небе видели со всех частях временно оккупированного города. А пожар на морском заводе тушили несколько часов. Детальнее о жаркой ночи в Крыму – далее в сюжете. И снова ранний подъем в Крыму. Еще не рассвело. В Севастополе взрывы. Удары мощные один за другим. Ночное небо разрезает пламя. Что происходит уже через 20 минут после атаки, сообщает так называемый губернатор оккупированного города Михаил Развожаев. Он сразу справедливо замечает, атака как раз по военному объекту. Гражданские зря волнуются. В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен четвертый класс. Прошу сохранять спокойствие. А через час ставленник российских оккупантов публикует свое фото на охваченном огнем заводе. За спиной у Развожаева хорошо виден горящий десантный корабль. Что цель поражена не в состоянии скрыть даже в российском Минобороны. В результате попадания калатых ракет противника получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте. Судоремонтный завод имени Арджоникидзе – главная ремонтная база Черноморского флота российской армии. То, что существенно повреждено ее оборудование и поражены два корабля, уже подтвердил представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов. Многие хорошие люди по всему миру с удовольствием наблюдали Бавовну и фотографии с Севастополя, как продолжается плановая работа по демилитаризации от русских оккупантов и освобождению украинского полуострова. Между тем, российские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники пишут, что речь идет о десантном корабле «Минск» и дизель-электрической подводной лодке «Ростов-на-Дону». Это первая субмарина, которую удалось поразить во время полномасштабной войны России против Украины. Без привязки к событиям в Севастополе глава украинских воздушных сил Николай Олещук поблагодарил украинских воинов за отличную работу. А пока оккупантов штормит и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу. Продолжение следует. Удары по российским военным кораблям во временно оккупированном Севастополе прокомментировали в офисе главы украинского государства. Там подчеркнули, такие шаги – это единственная гарантия безопасности для Украины и мира в целом. Демилитаризация Черноморского флота России – это реальная долгосрочная гарантия безопасности региональных торговых путей и зернового коридора. Это единственно правильный ответ на попытки России превратить голод в оружие и единственный способ обеспечить бесперебойные поставки зерна в страны Востока и Африки. Путь к этому – наращивание потенциала Вооруженных сил Украины, в том числе за счет расширения номенклатуры вооружения. Результаты этого мы уже видим в Севастополе. Михаил Подоляк – советник руководителя офиса президента Украины. Российская армия обстреляла из авиации село Атрадокаменку Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщила Херсонская областная военная администрация. И уточнила, что удар был нанесен в районе 10 утра. Пострадали два человека. Через несколько часов Россия повторно атаковала населенный пункт, ранив еще одного мирного жителя. Пострадавшего с травмами головы и ног доставили в больницу. Также массированный удар российские войска нанесли по югу Одесской области. Как сообщили воздушные силы ВСУ, по региону запустили 44 шахеда. В результате ночной атаки были ранены 7 мирных жителей, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника. Обломки одного из них упали на территорию Румынии. Как уточнили в Министерстве обороны соседней страны, часть сбитого дрона были найдены в 14 километрах от государственной границы с Украиной. Также румынские власти сообщили, что уже начали строительство укрытий. Прокомментировал падение обломков дрона и премьер-министр Марчел Чулаку. Он сказал, что речь не идет об атаке на Румынию. Никто на нас не нападает, ребята. Давайте успокоим население. Мы все сходим с ума. От беспилотника, сбитого украинской армией, остались и упали какие-то обломки. В нем не было взрывчатки, в нем не было ничего, что могло бы причинить вред гражданам. Силы обороны юга Украины уничтожили российский катер типа «Тунец». Как сообщили в украинской военно-морских силах, судно потоплено. В северо-западной части Черного моря. В целом, потери российской армии в полномасштабной войне против Украины сегодня превысили отметку в 270 тысяч военнослужащих. Только за прошедшие сутки армия агрессора потеряла почти 600 человек личного состава и около 100 единиц техники. Подробнее о том, что происходит на фронте сейчас, далее. Так корректируют артиллерийский огонь по российским военным аэроразведчики 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Бой произошел под Клещеевкой, где украинские военные успешно продвигаются вперед и наносят противнику значительные потери. Кроме того, по данным украинского генштаба, на Восточном фронте силы обороны Украины удерживают инициативу на Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки противник предпринял здесь более 20 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Также российская армия безуспешно пытается прорвать украинскую оборону на Купянском и Бахмутском направлениях. На юге вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию по деоккупации при Азовье. В результате штурмовых действий украинские воины имеют новые успехи в районе Работино Запорожской области. За минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава. Вооружение и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем поражено 10 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, станцию РЭП, пункт управления и 5 складов боеприпасов противника. При этом по информации Генштаба Вооруженных сил Украины российские войска под натиском украинских сил начали снова усиливать свои подразделения бывшими заключенными Для удержания фронта и оборудования укреплений в Запорожской области россияне свозят осужденных из Луганска и Мариуполя. Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон Дерляйен выступила с ежегодным посланием о состоянии дел в Европейском Союзе. Значительная часть ее речи была посвящена Украине. В самом начале выступления фон Дерляйен рассказала историю украинской писательницы Виктории Амелины, которая погибла в результате российского ракетного удара по Донецкой области. Молодая украинская мать отправилась в Прагу, чтобы спасти своего ребенка. Когда чешский пограничник поставил штамп в ее паспорте, она заплакала. Ее сын не понял и спросил, почему она плачет. Она ответила, потому что мы дома. Но это не Украина, сказал он. И она объяснила, это Европа. Тогда эта украинская женщина чувствовала, что Европа ее дом. Потому что дом, по ее словам, там, где мы доверяем друг другу. И народ Украины мог доверять своим соотечественникам, европейцам. Эту украинскую женщину звали Виктория Амелина. Она была одной из величайших молодых писателей своего поколения и неутомимым борцом за справедливость. Как только ее сын оказался в безопасности, Виктория вернулась в Украину, чтобы продолжать документировать военные преступления России. Год спустя она была убита российской баллистической ракетой во время ужина с другими коллегами-писателями. Она стала жертвой российского военного преступления. Одного из бесчисленных нападений на невинных мирных жителей. В этот день с Амелиной были три ее коллеги, включая Гектора Эббота, писателя из Колумбии. Он участвует в компании, которая специально создана для того, чтобы рассказать жителям Латинской Америки об агрессивной войне России и о нападениях на мирных жителей. Но Гектор никогда не мог даже представить, что сам станет мишенью. Впоследствии он сказал, что не знает, почему он жив, а она погибла. Но теперь он рассказывает миру о Виктории, чтобы сохранить память о ней и положить конец этой войне. И для меня большая честь, что Гектор сегодня здесь с нами. И я хочу поблагодарить вас, Гектор. Я хочу, чтобы вы знали, что мы будем хранить память об Украинке Виктории и всех других жертвах. И мы будем на стороне Украины на каждом этапе пути столько, сколько потребуется. Какие еще месседжи прозвучали в речи Урсулы фон Дерляйна, расскажет наш корреспондент Виталий Сизов, который внимательно следил за выступлением президента Еврокомиссии. Европейскому Союзу надо быть готовым к расширению и тому, что Украина станет его членом. Такое было одно из главных посланий ежегодного выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон Дерляйн перед депутатами Европейского парламента. Урсула фон Дерляйн подчеркнула, что каждый этап расширения Евросоюза приводил и к политическим последствиям, изменял суть этого объединения, увеличивал его геополитическую роль. Я знаю, что это нелегкий путь. Вступление зависит от критериев, и комиссия всегда будет защищать этот принцип. Это требует упорной работы и лидерства, но уже есть значительный прогресс. Мы видели большие успехи, которых уже достигла Украина с того времени, когда мы предоставили ей статус кандидата. И мы видели решимость других стран-кандидатов провести реформы. Очередное расширение – это отличный шанс реформировать Европейский союз и сделать его еще более удобным для жизни граждан стран-членов. Сейчас Европейский союз уже научился работать в формате 27 стран-участников. Глава Еврокомиссии верит, что Евросоюз научится находить компромисс и когда в его составе будет более 30 стран. В следующем году состоятся выборы в Европарламент, поэтому глава Еврокомиссии много внимания уделила и экономическим проблемам, которые необходимо решить. В первую очередь они касались бизнеса, дефицита квалифицированной рабочей силы, излишней бюрократии, несправедливой конкуренции со стороны Китая в сфере производства электромобилей, глобального потепления и зеленого транзита. Всего, по данным Еврокомиссии, с января по июнь этого года почти 8 миллионов граждан Украины получили помощь от Европейского союза. Всего за время российского полномасштабного вторжения в Украину Европейский союз и страны-члены Европейского союза оказали поддержку Украине на сумму более чем 76 миллиардов евро. Каждый пятый украинский ребенок нашел убежище в Европейском союзе. Евросоюзу удалось согласовать и принять 11 пакетов санкций против России, которые ограничивают ее способность финансировать и вести войну. Европейский союз помог Украине экспортировать более 49 миллионов тонн сельхозпродукции. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что готов сделать все возможное для возобновления черноморской зерновой инициативы и намерен обсуждать этот вопрос с представителями всех причастных к ней сторон на полях Генассамблеи. Напомню, главы государства и правительств соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. На этом актуальные темы дня не исчерпаны и мы двигаемся дальше. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточной в Амурской области. Встреча диктаторов длилась более двух часов, после чего они обменялись комплиментами и вспомнили об общей истории. По словам Путина, вопросы военно-технического сотрудничества Москва и Пхеньян будут обсуждать не торопясь. За Россией и Северной Кореей, которые становятся все более изолированными на международном уровне, внимательно наблюдает мировое сообщество. Путина и Кима подозревают в том, что они могут договориться о взаимной торговле оружием и оборонными технологиями. В Главном управлении разведки Украины отметили, что встреча двух диктаторов подтверждает, что армия РФ испытывает значительные проблемы с вооружением. Такое сотрудничество уже осудили и официальные лица Южной Кореи и США. Мы продолжим выявлять, разоблачать и предупреждать попытки России приобрести военную технику у КНДР или любого другого государства, которое готово поддержать войну России против Украины. Мы призываем КНДР прекратить попытки поставлять оружие в Россию. Мы также призываем все государства-члены ООН напомнить России о ее обязательствах в Совете Безопасности, напомнить России, что любая передача оружия между двумя странами нарушит эмбарго ООН на поставки оружия в КНДР, за принятие которого голосовала сама же Россия. Россия на официальном уровне объявила, что откажется от санкций в отношении Северной Кореи. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, на такой же шаг намерен пройти и Китай. Однако Пекин пока не сообщал о своем решении. Напомню, что международные санкции против КНДР за развитие ядерной и ракетной программы ввелись Советом Безопасности ООН еще в 2006 году. Москва голосовала за ужесточение ограничений вплоть до 2016 года. В России до сих пор не могут определиться, проводить ли новую волну мобилизации. В ближайшем окружении руководства страны вновь активно расходятся мнения по этому поводу. Кремль опасается негативной реакции общества. Об этом в своем обзоре сообщает Институт изучения войны. Его аналитики отмечают, что по данным инсайдерских источников, в России планировалось мобилизировать около 175 тысяч резервистов. Также было решено перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что Российской Федерации полным ходом идет так называемая скрытая мобилизация. Власти различными способами заставляют россиян подписать якобы добровольный контракт с армией. Напомню, что информацию о глобальной мобилизации в России подтвердил и украинский генштаб. Из-за колоссальных потерь на фронте отправить на убой собираются вплоть до 700 тысяч россиян. Подробнее далее в материале. Этот приказ о новой волне мобилизации появился в интернете на прошлой неделе. Организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. Настоящий приказ вступает в силу с 11 сентября. Тогда представитель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картополов назвал этот документ фейком. Произошел очередной вброс несоответствующей действительности информации через отдельные телеграм-каналы, которые активно работают на ЦИПСО. Запустили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации. Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам. На самом деле мобилизационная машина готова. Законы, полностью закрепощающие российских мужиков, приняты и подписаны. И про большую мобилизацию еще летом навекал тот самый Картополов. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. Российская армия несет огромные потери. Те, кого мобилизовали прошлой осенью, или убитые, или раненые, или просто физически и морально устали. Для удержания фронта нужно новое мясо. Про мобилизацию в РФ со второй половины сентября говорит и главный разведчик Украины. То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч, все считают, что они призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц и называется скрытая мобилизация. От 20 до 22 тысяч призывается. Сейчас они рассматривают вариант. Это еще не решено. До конца по призыву еще дополнительно 450 тысяч. Это заявление Кирилл Буданов сделал еще в конце августа. Сейчас в Генеральном штабе ВСУ называют цифру еще больше. 700 тысяч мобилизованных. В связи с катастрофическими потерями оккупантов, в ближайшее время ожидается начало массовой принудительной мобилизации. Будет покрывать как Россию, так и на временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам, количество людей, которые будут мобилизованы, может составить от 400 до 700 тысяч. Примечательно, что также планируется призвать около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, скорее всего, будут использованы в качестве барьерных отрядов за российскими войсками. При этом запланированная цифра мобилизованных среди населения Москвы и Санкт-Петербурга снова остается минимальной. Простые граждане, жители российских регионов, снова выйдут на фронт как пушечный корм и будут брошены палачами Кадырова на смерть. Поэтому практически единственный способ выжить российским военным – добровольно сдаться ВСУ. Вторая половина сентября звучит логично. До переизбрания Путина еще далеко. Местные выборы прошли. Теперь раздача повесток выходит на новый уровень. Основной упор сейчас делают на трудовых мигрантов. Грибут и простых россиян. Избежать мобилизацию без последствий в РФ пока еще можно. Главное – бороться. Если вы уже попали в военкомат и вас отправляют на преступную войну в Украину, можно воспользоваться государственным проектом «Хочу жить». Есть связь через горячую линию, через телеграм-бот, мессенджер, электронную почту. Человек, который оказался на территории Украины в составе оккупационной армии, выходит на связь с официальными представителями. Официальные рекомендации военнослужащие получают. Устанавливается алгоритм, как безопасно ему и, собственно, принимающей стороне украинской выйти на связь, встретиться. Этот процесс организован, и работают специальные группы по приему российских военнопленных, где гарантированы его права, остается жив и не принимает участие в преступлениях путинского режима. Мобилизация в РФ набирает обороты. Так что, россиянин, у тебя есть еще много вариантов не поехать на войну и не участвовать в ней. Совет Европейского Союза продлил на 6 месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. В ЕС напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов. Всего санкции применены в отношении почти 1800 физических и юридических лиц в ответ на военную агрессию России против Украины. Уже все страны Балтии закрыли въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами. Сегодня к Латвии и Литве присоединилась и Эстония. Теперь водитель или владелец автотранспорта с российской регистрации должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него, сообщил министр иностранных дел Эстонии. С сегодняшнего дня Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свободное общество, пока Украина не добьется победы. Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, в Твиттер. Напомню, что накануне подобный запрет ввели Литва и Латвия. Как заявили в Вильнюсе, согласно последнему разъяснению Европейской комиссии касательно введенных санкций, транспорт с российскими номерами не имеет права въезжать в зону Евросоюза и будет конфискованной таможней. Усиление противовоздушной обороны Украины путем наращивания помощи от западных партнеров станет одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкина с главой МИД Германии Аналеной Бербак. Об этом во время брифинга в Вашингтоне сказал спикер американского госдепартамента Мэттью Миллер и отметил, что Соединенные Штаты твердо намерены дальше продолжать работу по укреплению противовоздушной обороны Украины. «Мы передали Украине ряд американских систем противовоздушной обороны. В последний пакет военной помощи, о котором объявил госсекретарь Энтони Блинкин, во время визита в Украину вошли компоненты систем ПВО, которые мы поставили ранее. Мы работаем с другими странами, чтобы они также поставили Украине системы ПВО». Мэттью Миллер, спикер Госдепартамента США Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли танки для разминирования, боевые машины пехоты «Мардер», разведдронные системы для обнаружения беспилотников, а еще системы наблюдения спутниковой связи и материал для обезвреживания боеприпасов. Как отметило правительство Германии, Украине передана не только бронетехника, но и снаряды, патроны, а также машины скорой помощи и дополнительный военный транспорт. В общем, в этом году Киев уже получил от Берлина военную помощь почти на 5,5 миллиардов евро. Быстрый и хитрый, как кошка. Так о своих новых машинах «Леопардах» отзываются украинские танкисты. Солдаты 47-й отдельной механизированной бригады поделились с моими коллегами впечатлениями о танке, предоставленном Украине европейскими союзниками. О боевом пути, преимуществах западной техники надсоветской и о том, как «Леопарды» сохраняют жизнь у украинских бойцов, далее из первых уст. Преимущества у этого танка, конечно, есть. Это скорость, меткость, маневренность. Фортовый командир экипажа. Они ведут наступление в одном из самых горячих направлений – на юге, в Запорожской области. Мы благодарим наших партнёров за то, что они предоставляют нам эту технику. Хотелось бы, чтобы не как можно больше нам помогали. Эта машина вооружена двумя пулемётами и гладкоствольной пушкой. Эта машина может видеть ночью. У неё есть прибор ночного видения, и она видит на 4 километра, что даёт возможность вести огонь по противнику и показывать стопроцентный результат. Машинка современная, делятся солдаты. Старые советские образцы или даже новые, российские, и рядом с ней не стояли. Мы очень довольны этой машиной, так как мы раньше были на Т-64. Нас учили месяц, и мы воевали на них. А потом пересели на леопард. Разница огромная. Главный плюс – это выживаемость экипажа. Я, когда выезжаю, теперь больше спокоен за свою жизнь и жизни экипажа, своих побратимов. Владислав – наводчик. Мне нарадуется новой технике. Здесь оптика просто шикарная. На 4-5 километров я вижу отлично. И могу увидеть технику, живую силу. По поводу стабилизации – это самое замечательное, что может быть. Мы можем ехать на большой скорости 50-60 километров в час по пересеченной местности. И я при этом могу вести цель. Просто плавненько. Есть видео в интернете, где немцы надуло ставят бокал с пивом. Это правда. Так оно и есть. Обучались обращению с леопардами украинские военнослужащие за границей у западных инструкторов. Это для нас, как Жигули и Тесла. Если сравнивать, много было у них мыслей, что мы не сможем освоить эту технику. Они были шокированы. Уверяли, что мы молодцы. Работают танкисты преимущественно ночью или на рассвете. Утверждают, наиболее эффективен этот танк именно в такое время. Поэтому и назвали его леопардом, как быстрый ночной зверь. Он помогает украинцам освобождать землю от захватчиков. Первая леди Украины Елена Зеленская презентовала проект «Адрес детства». В его рамках возводят новые дома для больших приемных семей из прифронтовых регионов, в которых воспитываются не меньше пяти детей-сирот и лишенных родительских прав. Как рассказала первая леди, эти дома строят в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Харьковской, Житомирской, а еще Волынской и Черкасской областях. Каждый будет инклюзивным, энергоэффективным, оснащенный бытовой техникой и мебелью. Елена Зеленская подчеркнула, что таким семьям очень важно получить новый адрес, который станет для них любимым домом. Что такое дом для семьи с десятью детьми? И что такое дом, например, для той самой семьи, который они были вынуждены оставить? Оставить из-за войны, потому что дом, в котором они жили, разрушен. В настоящее время фонд помог уже каждой четвертой семье в Украине. Поэтому эти адреса, мне кажется, будут такими точками тепла, которых мы можем как можно больше сейчас создать. И на этом наше время подошло к концу. Я передаю слово коллегам из марафона Валерию Клименко и Каролине Король. И прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова